Бывают ситуации, когда тревога становится чем-то больше, чем просто яркая эмоция, например, когда нет никакой причины для тревоги. Порой человек даже может начать погружаться в хроническое стрессовое состояние. Сами пациенты говорят, что я тревожусь, не могу объяснить. Нет каких-то ярких факторов, нет каких-то эпизодов жизни, на которые можно дать такую реакцию. Это первый признак. Второй признак, когда тревога излишня, это когда человек реагирует на любые мелочи. В работе, дома. То есть все вызывает напряжение. Например, кто-то позвонил, надо сходить в магазин, надо договориться с кем-то о каких-то делах. И это все создает неприятное состояние человеку. Он сильно беспокоится и не может жить обычно своей житейской деятельностью. На работе может снижаться концентрация внимания. Беспокойства так много, что человек не может выполнять свой функционал. Тогда уже можно предполагать, что это больше, чем тревожная реакция. Это уже тревожное расстройство. Также к нему можно отнести ситуацию, когда человек боится вступать в контакты, в коммуникацию с кем-либо. Ему страшно с кем-то заговорить, ему страшно с кем-то разговаривать, ему страшно зайти в пространство, где много людей. И это называется социальное тревожное расстройство. Третий вариант тревожного расстройства, когда происходят приступы панической атаки. Что такое паническая атака? Это сверхтревога, сверхреакция, которая включает не только эмоциональное состояние, но и телесные симптомы. Например, разбивается дыхание или проявляется симптом одушья, боль в груди, потливость излишняя, головокружение, сердцебиение, кидает ту жар, ту в холод, тремор рук. Соответственно, такое состояние человек интерпретирует как что-то с ним происходящее, угрожающее жизни. Подключается мыслительный процесс, который ухудшает состояние. Именно поэтому тревожное расстройство необходимо лечить. В первую очередь стоит обратиться к врачу-психотерапевту или психиатру, чтобы он мог дифференцировать состояние при необходимости назначить медикаментозное лечение. Помимо этого стоит обратиться к психологу, который поможет разобраться в причинах появления такой реакции. Субтитры создавал DimaTorzok